Ядерная война превратилась в реалистичную страшилку для человечества с того момента, как мир осознал уровень опасности оружия массового поражения. С той порывом их людей возникали вопросы, один другого изощрённее. Например, возможно ли взорвать Луну? Или что случится, если вызвать одномоментную детонацию наших ядерных запасов? Для начала выясним, каковы земные активы. На планете на данный момент хранится 15 тысяч ядерных боеголовок, большинство из которых принадлежит США и России. Из этого количества бомб при желании можно насыпать остров размером с Манхэттен и выстроить на нём все известные мировые небоскрёбы. Но от красочных сравнений обратимся к жуткой реальности. Подпишись! Предположим, что это смертоносное богатство собрано в одном глобальном ангаре. Представьте, что президенты мировых держав сошли с ума и решили его взорвать. Насколько разрушительными будут последствия? Для начала позволим себе небольшую отсылку к известному факту. В 1883 году взорвался индонезийский вулкан Крокотау, унёсший жизни 36 тысяч обитателей острова и практически разрушивший архипелаг. Сила взрыва была эквивалентна 200-мегатоннам тротила. Для сравнения, боеголовка «Минутмен-3» имеет 300 килотонн. В результате в радиусе 250 километров, по причине стремительных выбросов пыли на высоту до 80 тысяч метров, день в буквальном смысле превратился в ночь. Взрывная волна несколько раз обогнула земной шар, а звуки извержения слышались на расстоянии 5000 километров. Зачем нам эта информация сейчас? На Земле 4,5 тысячи городов, в которых проживает около 100 тысяч человек. Конечно, есть населённые пункты и поменьше, и гораздо больше, но мы возьмём среднее значение. Достаточно трёх бомб, чтобы разрушить каждый из них. Значит, сбросив боеголовки разом, можно сделать так, что все города тут же взлетят на воздух, а на их месте не останется камня на камне. Одномоментно исчезнет половина населения земного шара. Причём после разовой акции у нас в запасе ещё останется полторы тысячи боеголовок. Но это только разминка. Вопрос в том, как будет выглядеть подрыв 15 тысяч зарядов одновременно. Взорвавшись все вместе, боеголовки произведут эффект 15 извержений Крокотау. Картина будет настолько жутко и гротескная, что свидетели события в первое мгновение, скорее всего, не поверят собственным глазам. Молниеносно, словно из-под земли, вырастет ослепительный огненный шар диаметром 50 километров, а взрывная волна тут же уничтожит строение, деревья и прочее, находящиеся на площади около трёх тысяч гектаров. Сгорит всё, что расположено в радиусе 250 километров от эпицентра чудовищного взрыва. Ударная волна неделями будет облетать земной шар, а слышимость не ограничится пятью тысячами километров, как при извержении Крокотау. Звук будет отчётливо уловим в каждом уголке Земли. Всё это произойдёт сразу, но что случится потом? Для событий такого рода, даже гораздо меньших по масштабу, самое страшное происходит позже. Именно тогда живые начинают завидовать мёртвым и жалеть, что не приняли мгновенную смерть, получив взамен мучительную и медленную гибель. А произойдёт следующее. Ядерный грипп возвысится на полсотни километров и достигнет стратосферы, поэтому взрыв будет ощущаться даже космонавтами на МКС. На теле Земли останется шрам в виде кратера диаметром примерно 10 километров. Поражённую локацию охватят пожары. Радиация разнесётся по планете и начнёт собирать свою страшную жатву. Число онкологических заболеваний резко увеличится, а тех, кто не погибнет от перечисленных напастей, ожидает длительная ядерная зима. А это означает массовый голод, страшные болезни и вымирание большей части человечества. Очевидно, что ядерное оружие – одно из самых кошмарных и губительных изобретений. Но способно ли оно уничтожить целую планету? Ответ не категоричен и звучит так. И да, и нет. Этим вопросом задались физики и вулканологи, которые пришли к неоднозначным выводам. Во-первых, огромную каменную сферу диаметром 12 742 километра, которой является наша Земля, не способен разрушить не только ныне имеющийся ядерный арсенал. Этого не случится, даже если мы добудем из недр абсолютно весь уран и изготовим 10 триллионов бомб, эквивалентных взорванным над Хиросимой. Во-вторых, если расколоть Землю не в наших силах, то, как утверждают физики, теоретически возможно сместить ее с орбиты. Например, остановив вращение планеты. Ученые подсчитали, что для этого необходимо за один раз взорвать 600 квинтиллионов в число с 18 нулями бомб, каждая из которых должна быть мощностью не менее мегатонны в тротиловом эквиваленте. В таком случае Земля с высокой вероятностью остановится и полетит в сторону Солнца, поскольку наша звезда – ближний объект со значительной гравитацией. Это, естественно, будет означать верную гибель планеты. Вулканологи же не разделяют уверенность физиков и уверяют, что если даже извержение супервулкана Йеллоустоун, который за 17 миллионов лет бушевал 142 раза, не смогли сбить Землю с орбиты, и отбросить её в сторону раскалённой солнечной короны, то крайне сомнительно, что это бы удалось представителям человечества. Тем более количество бомб, которые способны деструктивно повлиять на вращение нашей планеты, создать вряд ли реально. Но любые убеждения меркнут перед следующим фактом. Все до единого учёные, вне зависимости от специализации, в один голос твердят. Необходимо резко сокращать наращивание вооружения, поскольку мы сидим на бочке с порохом, которая в любой момент может взорваться и убить своих создателей, а также миллиарды их собратьев по виду. Вдумайтесь, даже ядерный конфликт между маленькими государствами будет иметь планетарные последствия, выражающиеся в стойком изменении климата, возникновении мутаций и неизлечимых заболеваний, а также повального голода. Масштабная же война между супердержавами наверняка приведёт к тому, что человечество будет отброшено в объятия каменного века. Учитывая сказанное, канал «Хаббл» приглашает всех желающих к голосованию. Пишите в комментариях, согласны ли вы с необходимостью тотального разоружения стран ядерного клуба, и обязательно аргументируйте своё мнение, каким бы оно ни было. Ждём жаркой полемики по важнейшему вопросу, касающемуся всего человечества. А увеличение количества ваших лайков под этим видео ниже даст понять, что мы движемся в нужном направлении касательно выпусков и смотивирует делать видео для вас каждый раз круче и круче. Поэтому не жалейте кнопки на мышке и жмите как можно больше электронных пальцев. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok